Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Середина дня». И с нами сегодня в середине дня наш коллега из Ростова-на-Дону, Владимир Мудриков. Владимир, приветствуем вас! Добрый день! К нам Андрей, тоже хочешь присоединиться? Нет, у него это не получится, я случайно сжал на камеру. Ну что, Владимир, что сегодня на рынке, какие настроения, сменились ли вчерашние упаднические настроения на хорошие? Вам слово. Кто вчера паниковал? Вчера все радовались. И вот если бы вчера эта радость продолжилась, можно было бы радоваться и сегодня. А так вот начинаем сегодня грустить. Ну давайте посмотрим, какая тема сегодня. Ну, тема простая. Рынок не рухнул так, как он мог рухнуть вчера. И вот если бы мы вчера торговались, было бы гораздо интереснее, потому что появились бы риски, планки. И, как мы знаем, наш рынок очень любит планки, очень любит на них работать и работать правильно. А то открытие, которое было сегодня, оно это печальное, оно очень слабое. Мне лично хотелось, чтобы рынки, как и вчера, на минус 5% упали. Вот это минус 2-3% вообще просто ни о чем. И сегодня, прямо еще в прямом эфире, позволю себе покритиковать Сбербанк. Еще и Сбербанк лежит вот уже на протяжении какого-то, ну, почти 3 часа лежит. То есть с открытия он так и не включился. Почему я и говорю, Сбербанк для активных инвестиций, для активных спекуляций не подходит. Может быть, к концу вечера я ему еще за это скажу спасибо, но это будет только уже вечером. А что значит не включился? Нет котировок или просто идет одна котировка? Если бы он, он торгует прошлым. Он не торгует настоящим, он торгует прошлым. Но он торгуется, скажем. Сейчас вообще он лег. Почему? Что случилось? Котировка? Откуда я знаю? Нет, просто это же Сбербанк. Ну что вы, Сбербанк не знаете. Видимо, ЦБ уже настраивает. Ситуация какая была, то есть он утром не подключал. То есть я, естественно, после вчерашнего готов был. Видна, да, вроде демонстрация? Готов был выкупать. А почему не видите скриншот? Вы другое нам показываете. Нет, вы парку видите. Вы показываете нам область, наверное. Вернитесь назад. А, точно, окно приложения, точно, точно. Из экрана, ага. Все, вот теперь видите. Илья Коровин пишет, речь идет про Сбербанк-брокера. Ну, конечно, да, да, конечно же, брокера Сбербанка. Спасибо за поправление, да. То есть он лежит, с утра не подключался, потом вроде как что-то там блымает, и серии какие-то сделки проходят. Но вот если мы посмотрим, специально сделал скриншот, пополнил свою папку. У них на сервере время 10.22, реальное время 11.05, а сейчас вообще не заходит. И вот это уже продолжается с открытия. Поэтому, ну вот так вот. С брокером Сбербанка для активных спекуляций, я считаю, дел лучше не иметь. Плюс у них вообще один единственный сервер. То есть если с другими брокерами можно хоть на другие сервера, если вдруг что, переключиться, попробовать, то здесь безвыходная ситуация. Я понял вас. Не, ну то, что 2.40, за 2.40 минут они не восстановили, это, конечно, долгая история. Так, несерьезно. Ну, 9 апреля они тоже плохо работали. Ну, когда вот какие-то резкие движения, Сбербанк подводит. Поэтому для инвестиций это еще не критично, потому что плюс-минус там полпроцента или процент покупки активов, это, я считаю, для инвестиций не играет никакой роли. А вот если вы хотите активно там что-то поделать, да, поторговать, ну вот наглядный пример, как в таких для кого-то интересных ситуациях могут развиваться события. Ясненько, понял вас, спасибо. А что касается рынка, он не оправдал моих ожиданий сегодня. Еще раз говорю, я хотел, ну, точнее, вчера вечером я готовился перед сном еще до выкупа о том, что есть шанс увидеть сегодня планки с открытием, будет какая-то паника, доллар-рубль. А когда утром проснулся, я видел, что, в принципе, откупают, и на Азии мы уже плюс 1, плюс 2 процента даем движение цены. Но это мне говорило о том, что с открытия ждать какой-то дальнейшей паники не приходится. Поэтому пока я вообще в наблюдательной позиции немного прикупил направленно на отскок РТС, но РТС душится и за доллар-рубль. По доллар-рубль, мне кажется, может быть, мы пойдем посмотреть те котировки, которые были вчера, это район 65,8, но этой серии вообще пальцем в небо, как бы я не знаю, как учитывать те движения, пойдем ли мы их действительно смотреть, или это просто наши движения. Поэтому доллар-рубль для меня, конечно же, не очень меня устраивает. Были у меня значения, вот район 66, но я не хотел, чтобы туда он шел, поэтому здесь без меня покупать по текущим и верить в какую-то панику, а-ля там 70 или еще куда-то, как тот же известный спикер из одной передачи под названием «Деньги не спят» говорит. Но мне лично не верится, поэтому я не готов ни шортить, ни покупать. То есть у меня было ожидание на сегодняшний, что рынки откроются гэпом вниз, и это еще на фоне паники продолжится. Но под эту панику я готов уже прям активно некоторые акции смотреть. То есть я ожидал, что Сбербанк наконец дойдет там 245, в этот диапазон как раз там 5-процентное снижение, мы попадали бы в эту область. Нет, не дошел. Ну, «Газпром» как-то не очень себя тоже смотрит, все довольно-таки крепко и уверенно держится, никуда мы там ниже 220 не упали. Поэтому я сегодня в расстройстве от рынка. Он показывает, что он очень сильный, и все на нем хорошо падать, он не готов. При этом выкупать прям спекулятивность текущих я тоже не готов. Ну, акции, как бы сказал свое видение, готов, но хотел пониже. Что касается нефти и ее разворота с 60, я все время говорил, что район 60 может как минимум возникнуть коррекция. Да, конечно же, я будущего не знаю, с точки зрения, будет ли это прям коррекция, либо будет это все глобальный разворот. Но сейчас по той тенденции, которая происходит, я жду 56, ой, прошу прощения, 54,6, да, 54,6 по нефти и готов заново на следующий месяц покупать нефть, как я это делаю постоянно. И, кстати, этот месяц через опционы, но он показал, что даже очередной наглядный пример, что важна не точка входа, а как ты будешь управлять своей позицией. Потому что когда изначально покупал опционы, оказался очень неправ в направлении, но за счет управления все равно небольшой, но плюсик получился закрыть на прошлой неделе благодаря вот этому росту. Поэтому вот такой короткий обзор. Если есть какие-то вопросы, задавайте, потому что мне в текущей ситуации нечего добавить. Я ожидал худшего, хуже на рынке, а все довольно-таки прекрасно и безобидно. Ну, замечательно. Спасибо большое, Владимир. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Сейчас мы, конечно, обсуждаем евро-доллар, сегодняшняя тема, доллар-рубль. Ну, понятно, все, что номинировано в долларах, инструменты, связанные валютные пары. Вот давайте посмотрим сейчас одну идею. Мне интересно ваше мнение, насколько вы с ней согласитесь. Идея Роман Север, если вы посмотрите на экран, он нам тонко намекает, что здесь вот сформировался такой восходящий тренд по доллар-рублю. Ну, здесь в конце мы даже видим, ну, если будет биться верхнюю границу восходящего тренда, около 100 рублей, такие ужасы. Как вы оцените вот такой технический анализ, насколько он, на ваш взгляд, гороятен, если брать 100% на 1%, на 49%, на 51%? Я считаю, это красиво. Человек явно умеет хорошо рисовать линии. Своё мнение по доллар-рубль я высказал. Я спрашивал конкретно по этому рисунку. На ваш взгляд, в принципе, теоретически, на сколько процентов вы допускаете проход до 100 рублей? Мы сейчас ни про деньги не спят, про третий. Давайте тогда оговорим все факты, за какой промежуток времени. На 10 лет вперед – легко, на ближайший месяц – нет. Нет, ну вот у него, если здесь насоточку, то это через год где-то. Вот через год. Нет, я не верю. За год не верите? Нет. Показатели. Я понял вас. Ясненько. Спасибо большое, Владимир. Как сегодня? Это месячный таймфрейм. Да, Север, мы поняли. Мы на год, и почему я про год вперед и спросил. Вот, Владимир, как планируете? Вот сейчас завершится передача. Что планируете делать? Будете дальше искать точки входа или, раз такая ситуация спокойная и, так сказать, великолепная, вы искать точки входа не будете? Нет, я, как и всегда, жду рынок вверх и буду искать лонги. Ничего не меняется. Я же говорю, я хотел, чтобы мы сильнее упали, потому что появятся более интересные идеи для инвестиционных покупок. Но раз этого не произошло, придется подстраиваться, что-то думать. Это та ситуация. Меня Трамп в прошлом году с его импичментом очень хорошо научил. Когда делаешь ставку на события, а это событие не произошло, не надо лезть в рынок. Все. То есть у меня была ставка, что мы сегодня откроемся после вчерашнего, где-нибудь там на минус 5, увидим планку и буду уже действовать, исходя из такой тенденции. Такая тенденция не произошла. На такой сценарий у меня плана нет. Раз плана нет, значит, активной торговли тоже нет. Я понял вас ясненько. Ну, то есть раз рынок пошел не так, как вы хотели, вы обиделись и все. Конечно. Вот если бы вчера были торги, было бы замечательно. Да, вот там с АДР-ками. Вот прям классно было бы все. Но нет. Поэтому посмотрим, то ли мы еще дойдем туда, то ли наши рынки развернулись вчера на лондонской бирже. Ну, вот Илья Короев пишет, что АДР-ы всех развели. Понятно. Хорошо. Владимир, спасибо вам большое за ваш обзор. Желаем вам успешного поиска точек входа и хорошего настроения. Спасибо большое. Всем удачи и не шортите, рынок грешно. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...